Я решил проверить все возможные модели искусственного интеллекта, которые сегодня существуют для того, чтобы определить, какая из них все-таки лучше для редактирования текстов. Потому что раньше я платил 70 долларов за одну редактуру. Это была минималка, 70 долларов, потому что какой-то классный автор писал нам текст, но нам нужен был редактор. Сегодня, если вы возьмете какую-то любую книгу, любой писатель, у него есть множество редакторов. Причем у Стивена Кинга там больше 10 редакторов. Один там по грамматике, один по простоте, еще там куча других редакторов. И редактура играет огромную роль, потому что автор может написать классный контент, но если важно упростить контент, проверить грамматику, для этого существуют редакторы. И в веб-сайт-контенте это очень важно, но сегодня я уже не плачу эти 70 долларов за одну статью, при том, что мы пишем их много. Сегодня я уже экономлю намного больше времени, потому что искусственный интеллект может сделать намного лучше эту работу в этом видео. Я хочу поделиться с тобой модель искусственного интеллекта, которая принесет классные результаты. И ты сэкономишь не только 70 долларов для англоязычного сегмента, я уверен, что и для русскоязычного и украинского сегмента тоже. Ты можешь сэкономить множество денег, а еще самое главное, ты сэкономишь время и получишь качество. Потому что смотри это видео до конца, и ты узнаешь много инсайтов. Первое, я хочу сказать, какие модели я решил сегодня испробовать. Это ChatGPT, это Clot, это Gemini, Perplexity, Grog, DeepSeek и Lama. Самые популярные такие модели, которые сегодня существуют. И я вам скажу, что у нас есть свой article-рерайтер. То есть, если у тебя нет времени редактировать контент, если ты хочешь просто взять контент у конкурентов и отрерайтить, сделать намного лучше качества, то просто зайди на наш сайт unmiss.com. И на этом сайте ты можешь просто открыть article-рерайтер, вставить любой текст и сделать рерайт буквально за секунду. Тебе не надо платить за регистрацию, тебе не надо платить за лучшие модели, потому что мы всю эту работу уже сделали за тебя. Просто открывай Unmiss, используй наш article-рерайтер, и ты получишь классный контент. Ну, все же я решил проверить модели, потому что мы, в принципе, коннектим наш article-рерайтер к лучшим моделям. Мы выбираем, какой вариант будет лучше. Мы используем лучшие промпты, поэтому, в принципе, эта работа уже для тебя сделана. Но если ты все-таки используешь искусственный интеллект, тогда я тебе скажу, что мой рейтинг такой. Первое место у меня это занял ChatGPT. ChatGPT, он показал лучшие результаты. То есть я протестировал два текста с простым промптом и более сложным промптом, где дал больше инсайтов. Я вам скажу, что ChatGPT все-таки показал намного лучше показатели, чем какие-то другие модели. Но при этом на втором месте у меня Грок от Илона Маска. Можете любить, ненавидеть его. Я не знаю ваши отношения, но Грок действительно меня удивил, потому что я не ожидал его поставить на второе место. Он относительно моложе Tool, чем многие другие. Но я вам скажу, что именно в редакторе он показал действительно классное качество. Что мне не понравилось в Гроке, что он расширил интро и при этом пустил туда какую-то немного нерелевантную информацию. Но он также сделал это с другим контентом и качество там было намного лучше. То есть он расширил даже контент, который у меня был и показал действительно классное качество. Но интро мне не понравилось. А интро сегодня это самый важный элемент. Потому что человек может открыть любой сайт и покинуть его буквально за пару секунд. Почему? Потому что ему неинтересно, ему скучно и важно именно поймать внимание в начале. Поэтому чат GPT показал тут лучше качество. Но Грок получше показал качество именно в самом контенте. Поэтому тут очень было такое первое-второе место. Но все-таки я дал первое место чату GPT. Качество было получше. Но Грок показал действительно очень хороший контент. Поэтому я тоже его буду рекомендовать. Третье место это Клод. Честно, я ожидал, что Клод будет на втором месте. Может быть даже на первом. Потому что я его использовал и получал реально качественный контент. Такой очень человечный. Но сейчас после проверки этой я его поставил только на третье место. Потому что он откровенно провалился с одной статьей. С простым промптом. С более сложным. Он показал хороший показатель. Поэтому именно со вторым промптом я бы его поставил на первое либо второе место. А именно, скажем так, с первым промптом я поставлю его только на третье место. Потому что в двух именно результатах все-таки чат GPT игрок оказались намного лучше. Четвертое место у меня Parplexity. Все-таки это больше поисковая система. Я не ожидал тут высоких результатов. Но, скажем так, на средний уровень это потянуло. Я бы не сказал, что прям суперкачество. Но оно потянуло на такой, скажем, середнячок. Что меня сильно удивило, что на пятой позиции Gemini я ожидал, что это будет где-то в топ-3 как минимум. Я ожидал, что это будет как-то третье после чата GPT и Клода. Но у Gemini действительно показал реально какое-то плохое качество. Там вначале вообще какой-то нерелевантный контент. Он не расширил, он не улучшил. То есть качество было среднее. Поэтому я не могу рекомендовать Gemini именно вот эту последнюю модель 2.5. Там третья сейчас выходит модель, посмотрим. Но именно 2.5 Flash она показала какой-то очень слабый результат. Шестое место я поставил Lama. Lama это от Meta, Facebook. Я вам скажу, что Lama вообще откровенно показала некачественные результаты в двух случаях. И можно сказать, что это очень похоже на какую-то самую первую версию чата GPT. Там 3.5, то есть которая была там 2 года назад. И поэтому я Lama точно не рекомендую и точно не буду использовать, пока качество слабое. Последнее место меня удивило. Это DeepSeek, потому что пару раз его использовал. Он меня удивлял. Он показывал хорошие результаты. Но сейчас дважды он сломал мой контент. Может мне не повезло. Я в тот момент зашел, когда они там какой-то сервер перегружали. У них же постоянно какие-то атаки. У них нет тех ресурсов, как у больших компаний. Но меня, честно говоря, именно DeepSeek удивил. То есть не показал никаких хороших результатов. Мало того, он еще сломал. Включил какие-то ненужные символы. И все это выглядело поломано. Поэтому DeepSeek я точно не могу рекомендовать. И лучше его не использовать. Ну, по крайней мере, в тех случаях, когда я его проверил, оно именно было так. Поэтому рейтинг тебе понятно. Но если ты хочешь сэкономить время и деньги с регистрациями, заходи на наш article-рерайтер. Он подвязан ко всем моделям. Он выбирает лучший вариант. И показывает классные результаты. То есть сможешь сэкономить время и деньги. Если необходима какая-то помощь в создании тулов. Потому что я не верю в то, что блоги будут иметь хорошее будущее. Сегодня искусственный интеллект хорошо это заменяет. И идти в это направление. Мы много лет писали много блогов. Получали классные результаты. Но сегодня это не то, что я рекомендую. И именно тулы. Даже если вы зайдете на наш сайт admis.com, вы увидите, что мы в основном создаем тулы. Потому что это будущее. Это то, что искусственный интеллект не может украсть. Потому что мы сами его используем. Мы его сами тогда подвязываем в более удобном интерфейсе для юзеров. Поэтому используй наши тулы. Создавай свои. Если ты хочешь получать классные результаты для своей компании. Спрашивай мне все вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу на все твои вопросы. И увидимся в следующий раз.